Покинуть свои квартиры и провести весь день на улице сегодня были вынуждены жильцы Первомайской 23. Собственную управляющую компанию они улечили в воровстве электроэнергии. И несколько часов пытались заставить отключить мощные трансформаторы, которые подключили к их электрощитовой. Дело дошло до словесной перебранки более десятка мужчин. До словесной перепалки жильцов и работников теплосетей довели эти два трансформатора. По словам обитателей Первомайской 23, они самовольно подключились к их электрощитовой и производят сварочные работы незаконно. Счет, сколько они затратят электроэнергии, нам придется компенсировать эту сумму. Да вот с утра и стоим. Это уже с 9 часов утра, вот я здесь нахожусь, а время час дня уже. С какой целью-то стоите? С целью той, чтобы поставить вопрос ребром, чтобы никогда не нарушали порядок собственников. В соседнем доме на Полярные-2 теплосети устанавливают общий домовой счетчик. По словам управляющей компании, возможность подключиться есть только в электрощитовой Первомайской 23. Работники во главе с Кручковым объясняют, что якобы им подсоединиться некуда. Но мы жители знаем, что у них вот здесь трансформатор электросетей. Они туда не хотят подключаться, потому что с электросетями нужно долгие согласования сделать. А тут они, значит, самовольно подключились, энергию оплачивают жильцы. Управляющая компания электричества не ворует. Значит, во-первых, подключены электросварочные оборудования у нас до общего домового прибора учета. На показаниях и расчетах за общее домовое потребление на собственниках никак не отразится. Куда подключено оборудование до или после общего домового электросчетчика, жильцы убедиться не могут с их слов. Вход в счетовую им преградили электрики. Но в присутствии камер не отказали. Вот провода, вот провода сварочного оборудования, вот провода сварочного оборудования. Вот они подключены непосредственно на вставке, на вставке до учета. А учет-то где? Общий домовой учет вот он находится, вот в этом ящике. Начинается он отсюда, вот расформатор тока. Начинается он отсюда, вот с этих шин. Сертеж нужен разговор, хитрый тут вообще по соединению. После сегодняшнего инцидента жильцы с нетерпением будут ждать квитанции. Если в графе за общедомовое электропотребление цифра вызовет подозрение, собираются идти в прокуратуру. Тем более сегодняшний конфликт запротоколирован. В разбирательстве жильцов с коммунальщиками сегодня поучаствовала даже полиция. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.